Древняя колокольня Древняя колокольня Смотри какие тут настойные дырки Слушай, это... Это странная конструкция Такое ощущение, что тут двойные стены Смотрите, какое окно дано Смотрите, какое помещение Надо заниматься ближе, давай О, чё? Я думаю, бой нет Это комната, посмотрите А можно туда как-то попасть? Посмотри, вон там дверь дальше Конечно нет Мы не отвадим сюда Мы сюда не попадем Так, пойдем быстрее, выше Может там что-то... Музей В музей нам рассказали про холопу Никиту Он с мастерил крылья и прыгнул С колокольня монастыря Однако царь Иван Грузный приказал убить его Возможно, гнев царя обрушился на него не случайно Ты чего здесь стоишь? Мы уже уходим Да я не знаю Один вопрос мне покоя не дает За что царь холопа убил? Вот отсюда, например, все видно Можно сделать какие-то предположения Летел он в ту сторону, это понятно И вот идея одна мне пришла в голову Что если холоп пока летел в библиотеку увидел? За это его царь и казнил Да, может быть А то как-то странно получается Может нам туда тогда сходить поискать? Вот может он оттуда лечил И вот он увидел строительство библиотеки Может вот его, главное, просто этого не было Просто по разной причине его убивать Он специально может это был секрет Входами ничего не решили И мы спросили у экскурсовода Уже очень часто провалы Может быть они в направлении вот того самого как бы подземного хода А может быть и другие ходы здесь были Кто его знает Но дело надо пересекать Я тоже была свидетельницей Мужчина копал И наткнулся метра на полтора На огромные белые камни История наша Уживала под землю То есть вот здесь возможно Где-то она выходит Где-то здесь еще где-то Скорее вот тут Если он летел сюда Потому что если здесь река Вот все вот это вот Это подземный хат Последние оскорки А потом Были Значит Знайдены Уже две локации Она же потом и говорит Никто у нас не копает Понятно, да? Вот мы софтрика копаем У меня предложение Давайте найдем библиотеку Денега хватит на всю жизнь Вы не понимаете Денега реально хватит на всю жизнь Сейчас мы не живем Вот если мы найдем Мы заживем Мне больше не надо Я предлагаю не уезжать отсюда Когда все уедут У нас с тобой есть две лопаты Остальные пускай уезжают Ну-то бабло Как мы видим Фильм не окончен Мы набили справки И узнали некоторые факты Из жизни создателей фильма Людмила Комарова Выиграла конференцию Научных работ С исследованием на тему Влияние византийской литературы На творчество Ивана Грозного Иван Лягушкин Приобрел на собственные деньги Новое первоклассное оборудование Для радиорубки гимназии И продолжает работу в ней Иван Колотилов И Ириумин Георгий Стали четвертым и пятым Космическими туристами Анна Нарчук Купила себе остров В Карибском море И теперь проводит там Вместе с друзьями Все свои выходные Алина Дубинина Открыла приют Для домашних животных Света Костина Организовала аукцион На котором уходят с молотка Исторические ценности Леонид Наумов Несколько преобразил Вид гимназии Теперь на ее крыше Появилась вертолетная площадка На которой ежедневно Приземляется вертолет Директор семьей Стал несколько быстрее Добираться до школы Венчались ли успехом Поиск гимназистов? Сами они утверждают Что не нашли библиотеку Почему вы решили искать библиотеку? Потому что о ней Нам рассказали на уроке истории Этот вопрос нас заинтриговал И мы решили решить эту проблему Вам удалось найти библиотеку? Нет, нам удалось найти библиотеку Ну и как вы съездили в Александров? Город очень понравился Много интересных мест Но, к сожалению, мы там ничего не нашли Итак, вы просмотрели телепередачу Детский репет С вами была ее ведущая Анна Стоянова Увидимся! Детский репет Детский репет Детский репет Субтитры сделал DimaTorzok